Сотни людей разного возраста, от школьников до пенсионеров, пришли в сквер возле Дома офицеров, чтобы почтить память последнего российского императора и членов его семьи, расстрелянных более ста лет назад в Екатеринбурге. Для этого было сразу два повода – день рождения Николая II и открытие интерактивной стелы, рассказывающей о его вкладе в становление Новосибирска. Наше сегодняшнее мероприятие практически завершает экспозицию мультимедийной выставки, которая продолжалась более одного месяца. И сегодня, в день рождения государя императора Николая II, мы торжественно празднуем его день рождения и устроили такой праздник для наших горожан. Историки говорят, что Новониколаев своим бурным ростом и развитием во многом обязан именно последнему российскому императору Николаю II. Горожане бесплатно получили земли, принадлежавшие семье Романовых, строились многочисленные предприятия, снабжавшие армию в годы Российско-Японской и Первой мировой войн. При царе, причисленном к лику святых, город стал постепенно превращаться в столицу Сибири. И пришедшие затем в классе коммунисты лишь продолжили его славные деяния, утверждают представители общественного движения «Двуглавый орел». И эту позицию, судя по всему, разделяют все больше горожан. Меня сюда привело почитание царской семьи, святых мучеников, и та роль, которую, слава Богу, сыграл царь Николай в образовании и становлении Новосибирска. Для меня лично это имя святого человека, с гибелью которого погибла Великая Империя. И я считаю, что мы перед ним виноваты за то, что в советское время о нем думали плохо, как нас в школе учили, да, и что только уже в зрелом возрасте мы поняли, как нас обманывали. И насколько это был человек, и сколько он великий, и сколько он сделал для России. И сам Николай II, его деяние – уже история, о которой напоминает с помощью новейших технологий дополненной реальности, в частности, этой интерактивной стелы. Любой житель нашего города, если он наведет свой смартфон на стелу, он увидит фильм о истории основания города Новониколаевска и участия царя Николая в этом. Еще одно мероприятие приурочили и ко дню рождения Николая II, и к открытию интерактивной стелы в Императорском сквере возле Дома офицеров. В память о каждом из членов семьи последнего российского царя высадили именные саженцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok